Всем привет, меня зовут Владимир Зацепин, я солидарный архитектор компании DataArt и сегодня я хотел бы поговорить о архитектуре исходного года. В частности мы ответим на вопрос, куда положить сервис. Под сервисом будем понимать бизнес-клодику, которую мы пишем в нашем приложении. Как это обычно происходит? Где-то в начале разработки, мы в этом шевелены, все будет супер. Мы создаем проект в идее и где-то через 5 минут настройки всего окружения мы собираемся добавить сервис, тот самый первый и единственный сервис. Но какой пакет его положить? Мы знаем пару примеров, которые мы выделили в интернете, но на самом деле это хороший вопрос, о нем надо подумать. Почему мы задумываемся об этом? Почему вообще должны об этом думать? На самом деле ответом является пакетная структура нашей доложения, которую мы делаем. Она в свою очередь определяет архитектуру. Не будем давать формального определения архитектуре, главное сказать, что хорошая архитектура, она уменьшает количество времени, которое разработчики тратят на чтение и запись кода. Ну и наоборот, плохая резко увеличивается по мере увеличения проекта. Время – это деньги, все это знают, а деньги – это счастье. Как на груди. И получается так, что ответ на наш вопрос влияет напрямую на счастье как наших разработчиков, так и заказчиков. Потому что при помощи ответа на вопрос мы определяем структуру, архитектуру и экономию времени. Есть пример, когда архитектура плохо срабатывает. На данном графике приведено количество строчек кода, которое было в проекте. Видно, что с четвертого до восьмого релиза количество строчек кода особо не менялось. А вот цена разработки пошла вверх. Понятное дело, что проект был уже в продакшене, начиная с первого релиза. Но потом что-то пошло не так. Архитектура. Была просто плохая архитектура. Количество времени, которое разработчики тратили на чтобы добавить или что-то изменить, возрастало по мере того, как они закапливались в годы. Одно маленькое изменение вызывало каскадовые изменения вообще везде. Поэтому приходилось все переписывать. Это видно на последней графике. Целью доклада является рассказать, какие архитектуры мы можем сделать в нашем исходном ходе. Но не является целью сказать, какая лучше. Всегда зависит. И мы потом посмотрим. Источник правды являются две отличные книжки. Первая это Клина Китякща, вторая это Клина Китякща. Первая Роберт Симаркин написал. Отличная книжка. Более теоретическая. Вторая более практическая. О чем поговорим? Архитектура. Еще раз немножечко вспомним хорошие свойства. Поговорим о примере приложения. На нем построим три архитектуры. Свою, чистую, еще одну. Плюс посмотрим, как мы можем обеспечить границы нашей архитектуры. Ну, очевидно, что архитектура хорошая отвечает на вопрос, куда положить сервис. То есть она четко задает нам правила создания нашей пакетной структуры. Кроме того, хорошая архитектура дает возможность вам изменить эти правила с течением времени. Адаптирует ваш код к изменениям. И дополнительные свойства, о нем редко задумываются. На самом деле, это так и есть. Когда у вас дедлайн, вам надо быстро что-то добавить в код. Обычно это кастырики какие-то. Хорошая архитектура не даст вам это сделать. По крайней мере, супер много дров, которых вы будете жалеть, не даст вам ломать. Есть звездочка, когда она хорошо обеспечена. Мы об этом тоже поговорим. Пример этого приложения будет довольно простой. Это e-commerce приложение. У нас есть create-update-delit для продуктов, create-update-delit для заказа. Кейс очень простой. Мы смотрим продукт, добавляем его в корзину. В корзине у нас может быть много продуктов. То есть, для каждого продукта мы определяем количество этого продукта. Таким образом, в заказе у нас может быть много продуктов с разным количеством продуктов. Реализация это Java Spring, QGP. Но, в принципе, весь рассказ, свои те архитектуры, примеры, которые мы рассмотрим, они применимы ко многим технологиям. Не только в Java. Начнем с простого. Мы все где-то в туториалах, в университете, в начале карьеры видели вот такую архитектуру. Она называется традиционная слоевая архитектура. Поставили веб, поставили домен, поставили присист. На уровне веб определили контрольную DTO. Это то, что дает нам доступ к нашим репоинтам. В домене определили сервис, туда положили бизнес-вейку. И на уровне присист мы сами определили модели и репозитория. Кейс с продуктом, например, весь крейтый этап этой лиды продукта выглядел по следующему образу. У нас есть на уровне базы контроля, который использует product-сервис, который реализуется и, в свою очередь, использует в репозитории продукт. Что-то тут не так, мне кажется. Первая проблема в том, что продукт лежит на присистности. Проблема основная в том, что продукт, если мы задумываемся, что это такое, это не сущность данных. Это наша доменная логика. Что она делает в присистности? Она делает там то, что ее обычно объявляют при помощи GBA-аннотации. Она становится зависимой от присистности. А продукт, в свою очередь, от него начинает зависеть весь данный слой домена и веба. Традиционно подходит. Когда у нас один продукт, одно существо, вроде ничего страшного. Добавить пару аннотаций, чувствовать сложно. Ну и дальше с этим поедем. Но когда у нас есть ордер, тут возникает проблема. Вот это все, на самом деле, домену почти никакого отношения не имеет. Да, мы навесили пару аннотаций, мы добавили еще дополнительный класс, который первичный ключ заправляет для многих, по многим сущностям. Но домену никакого отношения не имеет. И когда мы хотим это поменять, нам придется и домен, и веб поменять, потому что на них есть зависимость. Вторая, собственно, вывод от этого. Вывод, мы не хотим, чтобы наш домен зависит от присистности. Мы хотим, чтобы мы моделировали наше поведение, потому что именно поведение движет бизнес. А потом уже модель дает. Вторая проблема, это то, что мы не видим, что делает наше приложение из пакетной структуры. На самом деле, и коммерческое приложение я взял с репозитория довольно известным. Если видеть, там 26 тысяч звездочек. Контроллеры ДТО, о чем предложение, непонятно. Но, с другой стороны, когда мы только первый раз начинаем проект, либо мы в начале своего карьерного пути. Вот такое много раз видим в репозиториях, в торе, мы сейчас живем. Мы приходим к ребятам и говорим, отлично, я видел, так делают. 26 тысяч звездочек, надо брать. Проблема возникает, когда получается вот такое в итоге. То есть, да, у нас есть наши контроллеры, сервисы. Мы в эти пакеты добавляем, добавляем, добавляем и не замечаем вообще, как все это дело начинает разрастаться в фактор ровную такую махину нечитаемого кода. Ну и выражение лица обычного такого для первого человека, который пытается разобраться, что там происходит. Вывод. Мы хотим, чтобы наша архитектура, пакетная структура кричала о том, что у нас вообще происходит. Если мы заходим в нее, мы должны понимать, о чем это приложение прямо из первого взгляда. И есть такое отличное понятие, как скример архитекция. Как раз оно говорит о том, что приложение, его структура должно кричать о чем. А не кричать о том, какие мы там условные единицы компоненты разбили. Еще одна проблема, что традиционная структура не дает нам собственно граничный сервис. Ничего не мешает взять, ба-бам, один сервис и собственно жить спокойно. Скорее всего, такой не прокатит в реальном проекте. Но на самом деле в реальности именно так и происходит. То есть сложно определить границу сервиса. Потому что у нас есть есть кейсы, которые иногда пересекаются. И вот в таких моментах получается именно так. Вывод. Мы хотим улучшения нашу слоенную архитектуру. Во-первых, мы хотим ограничить границы сервиса. Начинаем вспоминать Solid. Нам поможет символы специализации. Хотим строить независимые бизнес-слойки. Отлично, есть dependency version. Хотим быстро находить use-кейсы, открывать проект, быстро нашли и поняли, куда что надо добавлять. Это, кстати, работает как индекс базе данных. Мы же там не просто так строим, чтобы быстро находить. Пакетная структура – это тот же самый индекс, только уже для нашей головы. Немножечко вспомним, что такое символ responsibility. Это тогда, когда компонент имеет лишь одну причину для изменения. Вот на диаграмме видно, что A, пускай будет сервис, зависит от вообще всего остального. И вот в чем прикол. Когда меняется I, меняется D, меняется C, меняется A. А в реальности это происходит так. В одном месте что-то поменяли, все упало. И вы пошли по всей этой цепочке, все это меняет. Нехорошо. Как это забавляться? Симфор и специфики связаны с двумя отличными понятиями. Кахижин и капли. Кахижин определяет связанность логики внутри вашего сервиса. То есть на рисунке A, два кубика, связанность внутри каждого сервиса, она высокая. То есть логика, она не особо отделима друг от друга. А вот каплин между кубиками, между сервисами, он слабый. Там всего есть одна зависимость. Таким образом, если изменится A2 в правом кубике, то в левом почти ничего не поменяется. А вот на нижнем рисунке получится так, что если вы в A2 что-то поменяете, в A1 изменится вообще все. Потому что у него нарушен сервис в респонсабилите. У него куча причин для изменений. Поэтому надо стараться увеличивать кохижин и каплин. Это как для сервиса, так и для модулей. В том числе играет роль. Мы потом на это посмотрим. Депенсивный диржин. Что у нас было в слоях архитектуры? сервис, энтити, репозиторий. Неплохо, но можно лучше. Что делаем? Добавляем репозиторий на уровень интермета и добавляем модель. И репозиторий реализуем на уровне уже персистенции. Что получается? Мы репозиторий объявляем те, кто на наши бизнес-слойки. И модель тоже. Они ничего не зависят. Там нету GPE-специфик коннотации или счетов, как будто бы у персистенции. А на уровне персистенции все это и неизвестно. Control Flow идет в ту же сторону от домена персистенции, но зависимость мы инвертируем. И по поводу структуры пакета. Тут интересный момент, на самом деле, что определяя структуру пакетов, мы хотели бы разделить ее не на какие-то хаотичные группы. Потому что на самом деле, когда в классе вы положите веб-домать персистенции, у вас получится так называемая accidental хижина. То есть вы не запихали туда компоненты, но на самом деле связи никакой нет в вашей сервисе, в которой все подсервисы выжили. А хотим мы разделить их все логически. Мы хотим всю нашу структуру приложения прямо в корне разделить на паунт-контекст. То есть просто независимый контекст нашего приложения. Как бы это выглядело, если бы мы реализовывали ее с кейс-допродукт? Наш есть вот, по-моему, контекст, продукт. Внутри мы определяем логику. Мы еще пока не думаем о том, как эта логика будет вызываться из меня. В данном классе она будет подходить. Забываем про все это, реализуем чистую логику. Для этого мы выводим два типа интерфейса. Первый – input-порт. Он дает возможность какой-то внешней сервису вызвать нас. Это будет наш контроль. И выводим output-порт, который продукт-сервис, который реализует input-порт, вызовет для доступа в базе данных. И есть наша модель продукта, которая вообще не о чем не зайдет. Ну и здесь, соответственно, продукт-произитория реализует output-порт. И мы тут как раз-таки используем DPNS inversion. То есть мы разделили на контексты, пытаемся single responsibility обеспечить. Плюс у нас есть DPNS inversion. Теперь по поводу, собственно, структуры пакета. Что получается? На самом деле все просто. Мы определили, что у нас в принципе есть два независимых данных. Это продукт и уровень. И поэтому от структуры web-данных присистинс мы переходим, казалось бы, в более простой. Как дальше здесь? У нас есть наши компоненты, которые мы уже выделили. Нам их надо замапить на пакетную структуру. Для этого мы выделяем адаптеры. Еще небольшое понятие вводим, это как раз то, что работает извне наших кодов. Ну, либо коду нашим, давай логикой представляем. Поэтому продукт контроллер уезжает в веб, продукт репозиторию уезжает в присистинс. Порт уезжает в порту. Сервис уезжает в сервис. Все просто. Продукт уезжает в модели. Здесь названия могут быть любые, но главным поразит суть. Адаптеры – это внешний адаптер для внешней прогулки мира, относительно нормальный. Домен – это то, что представляет наша безусловика. Модельки – это модельки. На самом деле мы плавно дошли к чистой архитектуре. Той самой генонической модели, которая есть внешне. Она определяет очень похожие вещи, только немножечко других терминов. У нас есть entities – это те же самые модели. Есть слой use-кейсов – это наши бизнес-словые сервисы. Есть слой контроллеров и твой презентеров, но по факту это наши репозитории и контроллеры. И есть внешний самый слой – это базы данных. Это наши клиенты, которые нас называют, UI, которые называют. Есть важная особенность здесь. Чистая архитектура будет не только разделением всех компонентов на определенные группы, но и будет правило связи между этими компонентами. Самое главное, чтобы связь, зависимость, то есть всегда шла от внешнего слоя внутреннего. Мы это сейчас чуть попозже еще посмотрим. Если мы свяжем это с тем, что у нас получилось, получится, что entity – это модель, домен – это наши use-кейсы, а контроллеры – это адапт. Ну и все это связано с внешним компонентом. По-моему, Dependency Rule. Еще раз. У нас есть обязательная зависимость, которая идет только в одну сторону, от внешнего к внутреннему слою. Получается. Помните, всегда когда Spring начинаем читать, что такое Spring? Это Inversion Control. Вот это тот самый Inversion Control. Spring вызывает наши контроллеры в случае Spring Web, и Spring Data реализует наши репозитории. То есть внешний слой зависит от нашего хода. Дальше контроллер и репозитория в свою очередь зависят от слоя данных. А Flow of Control, он идет от Web, когда контроллер кто-то вызывает в API, до репозитория. Если все сложить, получится вот такая реализация. К роду контроллер на Web вызывает порт, порт реализуется сервисом, который в свою очередь вызывает output порт, который вызывает к роду Persistence Adaptive, потому что он его реализует. Но есть вон моделька, которая ничего вообще не зависит. Разделили все на правильную пакетную структуру, отделили домен. Сделали dependency inversion и сделали доменную логику независимой. Потому что все зависимости, если вы смотрите, они идут внутрь домена, а потом внутрь мотен. Его никак не слышно. На самом деле, это не ошибка. Естественно, все не бесплатно. То есть, когда мы говорим о такой довольно сложной структуре, когда мы начинаем делать dependency inversion, наводить дополнительные понятия на шкод, это все не бесплатно. И мы платим за это на сложность. Это не ошибка, это действительно один пункт. То есть, чтобы сделать чистую архитектуру, надо только с скиллами определить. Во-вторых, надо научиться и платить за эту стоимость. Как можно попроще. Чуть-чуть попроще. Такую архитектуру мы применили на одном из проектов. Я бы удался придумать ей название, но название не придумал. Поэтому просто еще одна. Какой смысл? Мы табельное приложение разделяем на баллон контекста. Выводим домен, но в домене чуть попроще. Выводим API, который определяет наш бизнес-слой, и культурных сервисов, и какие-то модели, которые тоже ни от чего не зависят. А вот реализация, которую этот API реализует, она может спокойно ходить как базу данных, так и внешнюю систему, или другие модули. Ну и API, соответственно, использует и внешнюю систему контроль. Структура пакетов получается чуть попроще. У нас есть веб, домен, API, в котором и импул. Вот на уровне импул, в принципе, присутствия сможет лежать. Если у вас нету какой-то сложной персистентной модели, нету много связей, и у вас не приведет на JPA, а новый SQL, то это вполне себе может отлично работать. Реализация будет выглядеть так. У нас есть product-controller, который вызывает product-service, уголовное зависимости от продукта, который это самая модель. Он реализуется product-сервисом, который вызывает product-репозиторий и product-tanker. Мы вот эту всю сложность, которая связана с персистентностью, с подходом баз данных, мы вебул сложили и забыли багажник. На уровне API мы полностью изолировали наш домен при помощи интерфейсов и моделей. Ну а уровень веб остался такой же, как и веб. Контроллер в вебе, уровень API в API и имбул веб. Маленький момент. До сих пор везде был использован product-controller. Product-сервис. На самом деле, это у меня есть небольшая проблема, поэтому я немножко хотел бы выдел. Лучше так и называть. Логой пример. Есть два основных подхода, как можно именование лучше дать. Либо же мы разделяем на use case наши сервисы и выделяем read product use case и write product use case. Именно их вы найдете вот такие понятия в чистой архитектуре. Либо просто дать более четкую спецификацию того, что происходит в нашем сервисе. Когда мы выбрали какую-то из архитектур, отлично. Мы сейчас в голове зафиксировали, в команде с ребятами пообщались и пустили эту разработку. Обычно происходит так, что это недостаточно. Потому что люди приходят новые, старые забывают. Нужно архитектуру и правила, которые мы сделали, обеспечить автоматически желательно. Первое – это код-регью, но это не автоматический способ. Там люди ручками все проверяют, можно не прогодить. Есть класс модифайл, когда мы, например, на все импулы, которые у нас есть, либо на наши репозитории, для которых не должно быть ссылок в другие классы. Можем просто сделать таки еще правильный, как правильный сфере разберется. Отличный подход к сарт-юнитам, когда вы добавляете юнит-тестер при помощи специальных ESL, которые проявляют полностью всю вашу пакетную структуру. Смотрят, какие у вас там зависимости есть и не нарушают ли они вашу архитектуру. Модули. Когда мы выделяем полностью все приложения на модули и реализуем, добавляем в другой модуль что-то на уровне рантайма, а что-то на уровне компайл-тайма. Что нам нужно для компиляции API, например, у компайла там идет, что нужно для рантайма, на уровне, соответственно, импул-хантайма. И, как ни странно, микросервисы, да. До этого мы говорили о так называемой декабре моде на уровне исходного кода, когда у нас собирается монолит, как перемешивание, как небольшое. Но он ничего нам не мешает взять перемешивание с той структурой, разделить на микросервис. Поскольку у нас уже прямо из корня нашего проекта разделенный и испаундит контексты, нам относительно проще разделить сразу микросервисы и сделать зависимость на уровне исходного кода на уровне микросети. Вот так выглядит арки у микросерд. Я быстренько по ходу расскажу. Первую строчку мы импортируем все классы, которые лежат в com, my company, my app. И дальше говорим, что все классы, которые находятся в пакете сервиса, не должны быть доступны, точнее, простите, должны быть доступны только для классов из пакета контроля либо сервиса. Это значит, что все классы из репозитории не должны вызывать класс сервиса. И при помощи такого DSL можно, в принципе, заинфорсить любую архитектуру. И пошел рекорд. Все, конечно, хорошо. Можно любую архитектуру взять, но придется всегда выбирать. Выбирать из комплекса, которые вы носите эту архитектуру, и флексибилити, которую она дает. То есть это вечная история о вечном трейдинге. Вы можете в начале проекта взять через обычную слоенную архитектуру. Пару месяцев с ней пожить, привели за что у вас там есть, и, скорее всего, лучше будет ее поменять. Потому что она хороша, например, она действительно хороша для маленьких проектов, но у нее есть лимит, флексибилити. И вы можете поймать ситуацию, когда вы начинаете просто клашать весь вход, для того, чтобы одну фокусу добавить. Либо одну фичу реализовать. И эта назра архитектача, поскольку она чуть упрощает чистую архитектуру, находится где-то между ними. Как я сказал, на проекте вроде неплохо работает. Мы потом посмотрим еще, как она будет работать. Но уровень флексибилити достаточно. И чистая архитектура, это, конечно, нечто... Для некоторых проектов может быть монструозным. Но зато очень большой флексибилити дает. Например, вы не определились с тем, какого у вас база данных будет. И поскольку у вас домен в чистой архитектуре не зависит от ресистенса, вы можете весь свой ресистенс поменять вообще на другую. Ничего, кроме него, не трогать. Но это не всем нужно. И не всегда. Поэтому это вечная история от федерации. Обычно архитектура где-то там начинается. Это круто. Но потом лучше передвинуться чуть подальше. На уровень флексибилити повыше. Тут самое главное, что вы не фиксируете архитектуру при выборе ее навсегда. Когда вы ее добавили, следите за ней. Следите, какие она юстейсы хорошо поддерживает, какие нет. Помните о том, какие принципы архитектуры и опции есть. И пытайтесь каждый раз адаптировать. Убираетесь в флексибилити, чувствуете, что переписываете весь код, чтобы одну пищу добавить. Отлично. Самое время пойти на уровень. Ну и напоследок, весь исходный код, всех архитектур на e-commerce приложение доступен по ссылке. Если что, после добавки подходите. Это отличный выбор. Спасибо за внимание. Ну что же, спасибо большое, Владимир. Вопросы? И, как обычно, без рук. Вот, не буду ходить далеко. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня вопрос такой, достаточно жизненный. На примере вашей архитектуры либо чистая архитектура, куда вы относите такие сущности, как, допустим, винтити, и, соответственно, DTO. То есть, я понимаю, что есть доменная сущность, она ни от чего не займется, соответственно, не может быть винтити, не может быть в том, потому что это уже наружный слой. И, соответственно, на отсюда же утекающий момент, если у нас предоставляется несколько IP, допустим, в нашей архитектуре, либо несколько адаптеров внешних, соответственно, под каждые адаптеры нужно свое DTO. Да, хорошо. Я сейчас обречу. Давайте рассмотрим пример. Да. Действительно, да, здесь опущено кое-что. Это те самые DTO-шки. Они могут существовать. Есть три основных типа маппинга. Можно оставить вот так. Это чисто маппинг, когда контроллер получит тот самый продукт и будет с продуктом работать. Есть второй тип. Когда продукт, когда вызывает product service, product control вызывает product service, он получает не продукт, а он получает какую-то DTO-шку, которая лежит на уровне IP, но соответствует конкретно тому методу ее скидки. И третий момент может быть, когда продукт контроллер вызывает продукт-сервис, получает отдельную DTO-шку, а потом, чтобы клиенту отдать, мапит ее на свою DTO-шку и отдает уже клиенту. Может, скипи. Так что, отвечая на вопрос, все очень сильно зависит, от чего эта DTO-шка, что эта DTO-шка делает. Если DTO-шка является результатом вызова продукт-сервиса, она лежит на уровне IP. если это чистая архитектура, это use case, то, соответственно, она лежит на уровне use case. Если DTO-шка, которая отвечает за то, чтобы получить запрос от клиента по HTTP и отдать его, это DTO-шка будет лежать на уровне веба. Я ответил на вопрос. Нет, тогда получается, что каждый use case свой допрос к DTO, чтобы получить чистую архитектуру. То есть, получается, пакеты нужно еще разбивать на подпакеты? Да, возможно. Вот здесь на уровне API возможно появится DTO. Но, важный момент, поскольку мы уже вначале разделились на bound-контекст, их не так много будет. То есть, если мы находимся в ситуации, когда мы в API выводим пакет DTO и там опять начинаем опять сотни диплассов нашлепывать, мы где-то работаем на уровне выделения bound-контекстов. вправе дела. Спасибо. Еще вопросы? Поднимите ручки, пожалуйста. Да, вов привет. Спасибо за доклад, как обычно. Я просто там, Маргарита говорила про клашнирных архитекторами и тиммитами. Я, в принципе, тот самый тиммит. Но у нас клаши нет, обычно, а довольно нет. Смотри, первый вопрос может быть чуть попроще. Вот в самом начале у тебя были графики по вайзу в код, да? Это вообще откуда? То есть, это реально что-то за ними реально стоит? Может быть, там кто-то из известных или как? Там на самом деле не раскрывается имя компании, но я еще покажу. Маркет Ленинс это на самом деле пример из книги? Из какой? Из книги. А, из книги. Ладно, пойду. Тогда у Марсина спросим. Второй, смотри, у нас, как всегда, есть один из самых сложных вопросов, это насколько нам угореть по частоте или там не знаю тот же пример когда в модели например вот там зависит вот пример хороший тебя был как раз где у тебя аннотации и все прочее. Ну, ты же сам знаешь мы на этом, да? И тебе в принципе чуть-чуть ну чуть-чуть как бы ну там пролезает. Вот помимо там двух основных вещей которые есть это опыт и здравый смысл вот может быть еще можем что-то применить ну вот например угореть по доме ингредиент дизайна или там еще каким-нибудь деспрактисом которые могут быть не так очевидны но помогут даже вот перед таких проблемами. Да, я понял. Я бы не сказал что здесь и прямо один ответ которым можно всегда воспользоваться как обычно это вещь которая на самом деле происходит эволюционно. Когда мы только создаем сейчас перелесну вот здесь когда мы находимся на этом этапе даже здесь у нас уже возникают подобные вопросы а стоит ли нам продукт например который полностью в аннотациях GPE использовать на нем всех статах до тех пор пока это не мешает реально а что-то помешает это уже придется вам самим определить это нормально. То есть тот самый трейд-доп который предстояло вы балансируете он отвечает на вопрос что сейчас может быть этого не надо делать чистая архитектура до приема нет окей нормально достаточно точнее слоем но когда начинаются проблемы например ордер когда у вас три сущности на одну на самом деле бизнес сущность три сущности плати вот тогда уже стоит выделить и я не удивлюсь например если бы в проекте который и коммерс по-настоящему делает у него бы баунт контекст который с продуктом связан был бы реализован по более простому сценарию нежели чем ордер вот ордер можно было бы привести на чистую архиттуру продукт и всего одна в сущности она обернута нотация наверх не стоит спасибо за ответ я пока рядом здесь не проходит привет спасибо что у меня находит про чистую архитектуру там был слайд где много портов сервисы имитации и так далее получается если я пишу какой-то би например для продукта мне просто нужны афи которые ну рамки например допустим возвращать продукты получается на первом уровне контроллер мак это видео видео потом на следующем уровне будет порты продукт в общем наверное сложно все перечислить но порядка 10-15 классов просто чтобы вернуть список продуктов это понятно почему гибкость и так далее в будущем это наверняка поможет как понять что это именно поможет а не вот те это хранится между можно и ну как оценить масштаб приложения что именно здесь так надо быть вначале будет тяжело отработчиков действительно почему только класс пишет для такой простой задачи хорошо я пробую попросить немножечко вопрос вопрос в том как понять что нам нужна именно чистая архитектура со всей ее сложности а не что-то более простое отец просто ваш опыт когда вы сделаете один раз чистую архитектуру и споткнуетесь об этом вы поймете что ну да действительно саженовато было а в следующий раз это сделаете и опять споткнуетесь вы тогда точно поймете что возможно где-то саженовато но если вы выстрелите в инвентации вы поймете там где наработок и я бы мог сейчас конечно учить теорию рассказать но по факту как бы писать ошибаться и переписывать это единственный нормальный способ и коллег спрашивают как они делали подобный юзкейс использовали ли они такую архитектуру молодые ребята спасибо за доклад есть вот один кейс который я не могу никак покрыть на чистую архитектуру наложить вот мы разбили структуру пакетов по каким-то рутовым сущностям то есть продукт юзер все остальное и вот приходит к нам заказчик и говорит а сделайте нам какой-нибудь заковыристый отчет который джонит нам несколько рутовых сущностей и тут у меня возникает вопрос куда же мне положить тогда сервис который будет обслуживать и который будет выдавать мне отчет потому что я не могу это положить ни в продукт ни в юзер и что мы теперь с этим делаем все конечно сильно зависит от юзкейса но что можно сделать первое это выделить за отдельный контекст текст который отвечал именно за репорт понятное дело что этот контекст сам по себе он занимается экологикой репорта а вот продукт он достать уже не может тогда на уровне продукта надо было вывести еще API который этот репорт сервис спросил бы у продукта он бы получил все нужный продукт а примерно я сейчас сформировал и выдал его это был бы отдельный контекст репорт то же самое с ордером если в репорт надо положить ордеры значит мы ордер сервис или в API который мы от ордера даем реализуем то что нам может в репортер и опять же в репорте это вызываем в репорте получится как в первом докладе было что не один скорый запрос а множество всяких пикер функций внутри дизайна с логиками что соответственно замедляет скорость упражнения перехомнится это отдельная тема давайте давайте поклопаем вопрос еще попробую стимулировать у нас есть сложность проекта сложность проекта определяется той логикой какой мы хотим в этот проект где объективно есть метрика или же условно где границы когда мы применяем сначала одни паттерны в предложении пакетов и где границы где мы уже другие и какие это какие паттерны используют если проект допустим лого какие паттерны нужно использовать если проект да я понял это похоже на неск предыдущих вопросов на самом деле ответом является еще похожее выступление на 30 минут я попробую сократить немного опять же границы точно нет сказать что нужно вот в этот момент использовать то ли иное однозначно тоже нельзя что у нас состоит в том здравом смысле опыт ладно было ради шутки смысл в чем когда только вы чувствуете что например с ребятами из команды вы собираетесь обсуждаете то как вы сделали а не юз кейс и то как бизнес плейк у вас написан это звоночек если вы на код ревью открываете чей-то чужой код и вы не понимаете сходу есть конечно по мне очень огромный есть там буквально пару классов реализован и вы читаете не понимаете что происходит это звоночек если вы даете оценку на какую-то фичу а она вас занимает в 2-3 раза больше времени это звоночек ну и если например похожая ситуация вы оценили какую-то фичу вам кажется что она довольно простая заходите в код ревью который рисует эту фичу а там типа простыня вообще изменила тоже звоночек что-то не так где-то возможно надо вывести какие-то балки абстракции получается что сам оптимальный будет выделять по сути теми богатим другом твовые действия такой единый сотый да и вот эту соту получается выделять под сотый если понимаем что это не работает да лучше всего да то есть есть на самом деле очень сложно определение баллов контекста в виде дизайна но основная суть в начале проекта разделить все юз-кейсы на какие-то группы и от них уже отбалкется на самом деле ничего не мешает разделить сначала весь проект на продукт и ордер а внутри сделать слоеную архитектуру ничего страшного не будет но вот в тот момент уже вы можете сделать первый шаг по пути отсутствия проблем уже наличия спасибо иду скажите пожалуйста где мы все-таки храним бизнес-логик в сервисах да вся наша бизнес-логика она написана на уровне сервиса то есть дьюс-кейсы которые лежат на уровне домена ну либо сервисы которые лежат на уровне домена это самое место где мы фокусируем нашу бизнес-логику есть еще с точки зрения архитектуры подход когда мы в индии те самые центры которые кладем бизнес-логику ну тут уже два раза подхода есть мы можем наши сущности делать простыми где просто есть набор полей и больше ничего а можно делать когда сущность обладает какой-то бизнес-логик и там есть инкапсуляция вот этих полей плюс методов которые делают какую-то бизнес-логику а слой юз-кейса уже оборачиваем для того чтобы с внешним миром не связывать подход дуайс спасибо Владимир спасибо за ваш доклад я думаю все согласятся что вопрос архитектуры это халилага вопрос и здесь у каждого свое видение и мы точно не договоримся но можно вернуться на слайд со слоем архитектуры очень хочется его разобрать это вот там где у вас много пакетиков было и тому подобное слоев а слоев слоеный вот смотрите первый ваш аргумент был что мы здесь не понимаем что у нас домен что происходит почему бы не выделить отдельный пакет order и положить вот эти же слои это самое логичное это первый вопрос и давайте на следующий слайд перейдем еще очень часто причиной вот этого хаоса являются те инструменты которые мы используем те кто писали GPI репозиторий знают что у нас один репозиторий одна сущность вам никто не мешает написать свой репозиторий и использовать такой термин как aggregate рус то есть корень дерева который будет ссылаться на зависимые сущности вот опять же на нашем примере у нас order item там не может существовать без продукта и соответственно это зависимые сущности вот и соответственно вот часть этих репозиторий просто уйдет они нам не нужны и то же самое касается сервисов в данном случае сервис это и есть по сути наша модель и у этой модели есть название это anemic модель и собственно такую модель команда Spring рекомендует перезаривать вот и собственно у меня вопрос ключевой может быть все-таки стоит сначала разобраться в том что вы используете как-то это оптимизировать а потом увеличивать когнитивную сложность спасибо так хорошо по поводу того чтобы сделать сначала разделение на ордеры продукта и там сделать с вами ампетитуры я вам буквально именно позже это уже сказал далее по поводу того что у нас когда мы используем GBA действительно на первый взгляд кажется что сложно разделить приложение на такие банных отекста потому что именно эндик на уровне GBA они связаны между собой но зайдите в репозиторий ссылка будет и посмотрите там это работает там разделены именно с помощью GBA на обаунном контексте и у них нет зависимости на уровне персистанции возможно я останусь через забуду повторите вопрос но вопрос был стоит ли увеличивать когнитивную сложность сразу а не разобраться в том что вы пишите это как раз то что я говорил на последнем слайде не стоит сразу пытаться чистую архивию влепить к тому, что не нужен вопрос. Так что, быстро ответа нет для нас. Конечно, нет. Спасибо большое. Мне кажется, что надо Володе же отпускать. Много вопросов, да? Друзья и Володя, нам нужно выбрать три лучших. Можешь ли тебе помочь, пожалуйста? Давайте последний вопрос. Молодой человек хорошо задавал, мне понравился. Пока я несу подарок тебе, пожалуйста. Поплодируйте. Спасибо. Так, на второй раз. Девять, пожалуйста, людей, кто вообще образ создавал, чтобы я смогла. Так. Давайте подмоложем. Пожалуйста, сюда. И еще нам нужны руки. Вот. Вот, да? А, голубой. И в голубой палочке нужно найти молодого человека, а он нам сам может. Спасибо большое. Спасибо большое еще раз тебе. Давайте еще раз аплодисменты, что наше видео онлайн совершил процесс. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.